итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадим и сегодня мы будем записывать очередное видео это второе видео на моем канале по просьбе одного из подписчиков комментариях но я спешу разочаровать она будет немного не таким как он просил типа он просил рассказать деталях о том как стартовать в наруто онлайн и я вот такое вот все написал ну вы уже можете прочитать на паузе и как бы все закончится для вас это видео но я буду еще пояснять более подробно ну первый совет это то что советы здесь не уместны советы как стартовать наруто онлайн бессмысленный игра меняется со временем и все версии игры я имею в виду не только версии типа старая новая а версии в принципе русскоязычная там англоязычные так далее они отличаются друг от друга это значит что и советы будут разными то есть подробностях если рассказывать то это будет то есть совсем другое там например в русской версии там мага там и продаются но не продается medium refine run что очень плохо и то есть и броня по моему донат на не продается и там типа чайчик а масса вместо других нельзя в этом в шопе в тайм-лимитед второе грабьте самого начала это 150 купонов день и это круто это то есть такой совет принципе а первый совет ну самый первый вот вместе с этим будем считать начинайте с самого старта сервера а лучше еще то есть планируйте как вы будете начинать если вы не планируете вообще донатить то не донать и если вы планируете донатить то вы понимаете если на английской версии что на английской что на русской лучше короче сразу за донатить один раз и все за донатить на медаль джанина и желательно подождать перед этим чтобы была акция на медальну я рассказывал в одном из видео чтобы еще 3200 купона то есть получается вы 3200 купонов получаете в виде 20 купонов в день в течение полгода еще 3200 купона вы получаете по этой акции и вот вы стартуете на том сервере который открывается в ту неделю когда идет эта акция то есть вы стартуете сразу же покупаете медаль джанина только в таком случае она получается выгодной и то есть вы прокачавшись быстрее всех до 80 уровня или там до 75 вы получите много выгоды то есть вы вам будет легче качаться и так далее но дальше медаль джанина начинает наоборот мешать потому что опыт вам не нужно набирать но если вы не планируете типа хэви спендить настолько чтобы типа ну в общем тогда я вас не уважаю тогда это не для вас то есть тогда вы глупый человек если вы собираетесь тупо там 80 к пауэра поднимать за пару месяцев или там 100 к пауэра то есть просто вкидывать сотни нефти в эту игру потому что это неразумная игра получается то есть один раз то есть там в русскоязычной версии это 7200 ну или ничего вы допустим не спендите вы просто начинаете и то есть постарайтесь грабить самого начала ну кроме первого дня пожалуй потому что первый день все-таки нужно много чего сделать у вас займет там четыре часа блин прокачка в принципе норма для первого дня не знаю как там на русской версии но на английская прокачивался до 35 уровня то есть тратите вы все стамина по ушины в первые дни вне зависимости от того какой у вас день потом же когда вы там уже до 50 уровня докачались сохраняйте их до понедельника но лучше даже лучше если вы можете то есть там уже после 60 уровня например вы сохраняете стамина по ушины не только для понедельника но для тех недель в которых есть time limited shop или его аналог то есть чтобы получать за стамина еще и какие-то поинты то есть чтобы они падали при свип они инстанций и получайте опыт это все до 75 уровня или 80 или до 85 как хотите но я бы остановился на 75 чтобы запас был потому что на 75 ну на 80 еще хорошая штука открывается ну и survival trial по моему тоже открывается что-то вроде то вот ну да ладно значит третье прокачивайте сразу пять аккаунтов да это звучит просто просто отвратительное на но это полезный совет потому что если вначале этого не сделаете то очень много потеряете вам вы все равно будете тратить кучу времени на ограбление а так прокачал аккаунты и в принципе прокачивая его их вы будете тратить столько же времени сколько и на ограбление на их прокачку но зато с ограблениями у вас не будет проблем а после того как вы заморозите свой уровень и это еще преимущество то что если вы заморозите свой уровень где-то на восьмидесятом уровне то вам нужно будет 65 уровня иметь мультов для того чтобы их пландарить ну сейчас я все расскажу значит основной ну 5 аккаунтов это всего это с основным три мульта для ограблений и договорите чтобы 5 мульт был вашей группе донатил нее вместо вас и кидал вам суппорты на конвой поливал дерево и так далее мультам для ограблений качаем только опыт проходя сюжетку и daily missions поливаем дерево и добавляем друзья всех подряд ну мульта вашим дерево нужно для получения купонов на случай если вам не выпадет с миссия с бесплатных попыток но тут все написано очень подробно кстати я бы самый лучший не сказал сейчас позже когда вы достигнете 75 8 85 уровней не качайте мультов выше ваш уровень вашего уровня минус 15 уровней это тех которых вы минимально можете грабить если интернет позволяет открываем страницы мультов каждый день за 5-10 минут до конца конвоя берем ss миссии но не бежим если лагает можно закрыть одну или несколько страниц ждем 5 20 минут после окончания времени конвоя и пускай мульта и грабим его вот такая вот сложная система но она зато очень рабочая потому что вас так практически никто не сворует вашего мульта из ваших противников потом бежим с красным именем безлюдную локацию желательно чтобы вас бывает что чуваки пытаются вас сразу же отпландерить за это особенно если есть какие-то донаторы но вы должны так следить за этим так в безлюдную локацию посылаем к нему ограбленного и доставившего конвой мульта нападаем на гг этим мультом три раза отступаем так мы очистили имя и грабим двух других мультов после не опасаясь ничего вот такая вот у меня система в принципе грабежей в она работает безотказно то есть я получаю 150 купонов в день теперь я вот недавно 3 мульта до 70 уровня докачал первые два у меня 77 уровня о чем я жалею надо было их на 70 держать четвертый совет применяем бутылки стамины в первую неделю игры ну я это уже вам сказал но потом только по понедельникам чем быстрее мы получим уровень 75 тем лучше ну и вот про тайм лимитед шоп я вам рассказал то есть в тайм лимитед шопе вы можете применять стамину бутылки стамины получить дополнительные поинты и тем самым получить дополнительную мощь но это до 75 80 уровня дальше как бы они у вас будут складироваться неизвестно насколько времени я думаю меня и когда-то будут тысячи потому что я же не собираюсь повышать опыт ну разве что в очень отдаленной перспективе тогда их и потрачу то же самое с наградами которые дают опыт я их складирую как бы они не мешают пусть себе лежат когда откроются питомцы бегаем и собираем их в начале бегайте и побейте их по одному разу за это вы получите руны вы поняли очень важно эта штука и эти руны то есть это будет круто потом старайтесь не ролить все это время пока вы не получите всех питомцев не роли трежера всякие потому что иначе вам может выпасть этот питомец и вы не получите поинты ну суммуник поинты а если у вас уже есть все питомцы то если вы даже заролите того который у вас есть вы получите суммуник поинты то есть бегаем каждый день грабим этих питомцев получаем их фрагменты после этого только начинаем роли сумма низ крови покупайте культивейшн свитки в групп шопе за групповые монеты ну вы поняли те которые золотые монеты которые за гнв даются потом медиум рефайны ну когда у вас так много требуется их или вы там не можете уже прокачивать там вам каких-то поинтов не хватает то уже тогда медиум рефайны покупайте не покупайте ниндзя ни в коем случае ни в одном шопе потому что это бессмысленно потом мы эти поинты они как бы могут еще много где сыграть ну хотя нет нет силах а и гнв сакуру вы можете покупать в принципе как будто вы можете покупать это вот те ниндзя которых вы можете покупать потому что они ну во первых те монеты за которых они покупаются ну сакуру за синенькие монетки которые ранкет типа а за зеленый не покупайте ни в коем случае в арена шопе вот в арена шопе это зелененькие монетки старайтесь получить как можно больше поинтов и ранг санина поинтов вот эти вот как раз зелененьких как вы будете получать это ваши проблемы с моей-то командой их можно получать но с некоторыми нельзя покупайте свитки для культивации также можно покупать зеленые руны и гнв сакуру ну да вот и кстати вот свитки для культивации вот эти вот за зеленые поинты обязательно я уже жалею что я зеленые поинты сильно тратил теперь я их трачу быстрее чем добываю на арене о блин я вот здесь точно так же написал как я вам рассказал то этого седьмое купоны вначале вкладывайте в то что не имеет улучшенных версий и трудно доступно это рунстоны тактики и чармы то есть давайте посмотрим рифайны рифайны они кажутся хорошими но дело в том что если вы в зеленые рифайны выложитесь то потом поверьте то есть у вас будут все зеленые рифайны вы прокачайте их довольно быстро и как бы вы это ну рифайны руны их можно покупать во первых то есть дешево за вот это те же ранки points кажется они называются или как то так и в общем то суть в том что вы их быстро соберете и потом они много где даются например в тех же гнв паках наградных они даются и то есть вы потом их будете складировать у меня их дофига ну да их можно кстати в space time redimi продавать за поинты но это довольно дешево то есть зеленые вот эти вот рифайны руны они отстойны значит синие рифайны руны они вам будут понадобятся чуть позже но рано или поздно вы тоже их все соберете и вам нужно будет адвансе 3 файны в то время как чармы например и runstone runstone это система как у могатам вы их хрен соберете вам их нужно много 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 плюс они дают инициативу они инициатива это очень важно поэтому это важно значит чармы тоже дают инициативу и чего они только не дают поэтому чармы Это ваш приоритет Плюс вы ранбом и катамы сможете туда вставлять А это очень тоже важно Естественно, все это старайтесь С ребейтами ролить Ну, типа, применять И, типа, тактики Тактики до четвертого Пятого, максимум шестого уровня У меня шестого, по-моему, уровня тактика И, то есть, дальше вообще Нет никакого смысла качать Я уверен, что в будущем тактики будут Там более Легко добываемыми И, как бы, в последний раз я там Чуть ли не 3000 купонов потратил На 200к Пауэра с тактик То есть, это очень дорого Поэтому пятый уровень, это самое оно Для вас, но не сразу его Тоже до третьего, до четвертого Легко прокачать, вот до него и докачать А потом уже думайте Смотрите Сами Так Покупайте в группшопе За групповые монеты Так, купоны в начале Вот, тактики чармы Лучшие ниндзя в начале Это Конкура, Хинато, Саски, Кабуто, Кимимара, ГНВ, Сакура Вот этих вот ниндзя используйте Команда молнии Это, то есть Саски Хинато, Кимимара Опять же Саски Кабуто, Кимимара Ну, то есть Как угодно Можете Значит Для огня Конкура Та же ГНВ, Сакура Можно использовать Саски Ну, для огня Там, то есть В принципе И эти стандартные Подойдут И какие угодно А почему я говорю Для огня И для молний Я вам сейчас Чуть позже расскажу Девятое Вкладывайте золото Восемь врат И копи На чакру скорости После ее покупки И прокачки До 11 уровня То есть Максимального уровня Там Будет 220 инициативы Поверьте Если вы сделаете Это первым То Как бы Вы сможете сделать Чтобы один Из ваших персонажей Ходил всегда первым Ставьте его первым Например Пусть это будет Неджи И Неджи сможет Всегда всех интераптить И это будет Очень всех бесить Это круто Ну, хотя Если у них есть Отражение дебафов То это будет вас бесить Но это уже Другое дело Так Значит После ее покупки И прокачки До 11 уровня Качай равномерный Эквипмент И 8 врат Какой Эквипмент Эквипмент Это Блин Я забываю вам Показывать То есть На деле Что это То есть Вот эту Штуку Равномерно С Вот этими Вот 8 вратами Прокачивайте Как вы видите У меня тут Просто Жесть Какая-то Смотрите Я врата Просто Вкачал Бешено Это Кстати Мне помогает То есть Чувак Есть Который Я при этом Не доначу В группу Это все Ну в смысле А что я донатил Ну то есть Да Это все деньги То есть Я не доначу В группу Я все деньги Беру себе Потом я начну Донатить в группу Когда я все Эти Чакры прокачаю Но это будет Не скоро Да Такой вот я Интересный человек Конечно же Это будет не скоро Блин Вы посмотрите Сколько здесь Мне еще качать Смотрите Кстати У меня уже 79 свитков Опять насобиралось Я не знаю Учитывая Что я в Сейч Вол Баттлфилде Практически Всегда получаю Свитки И в Это И В Мацури Тоже Всегда получаю Свитки То В принципе Не удивительно Что они у меня Так собираются Но я буду Собирать Тысячу свитков Чтобы заролить Какого-то Крутого ниндзя Из нового Трежера Возможно Там третьего Райкаги Например Ну я посмотрю Там Третий Райкаги Например Он будет Следующим В Облачном Сундуке Было бы Неплохо Его получить Наверняка Он для Молнии Хорош Значит Всегда Пользуйся Ребейтами И акциями Ну это Думаю Всем очевидно Всегда Просто Всегда Если То есть Там Месяц Нету Какой-то Акции То Жди Опять Опять же Есть Акции На Чарм 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 Ребейт Значит Есть Акции На Рефайн Ребейт Причем Две Ну если Хотя бы Одна Есть То Скорее всего Второй Не будет Но вы Там Смотрите Опять же Новости Должны быть Какие-то Может быть Они Появятся То есть Чтобы Обе Использовать Значит Чарм Ребейт Рефайн Ребейт И Рун Стоун Ребейт Вот эти Вот Три Штуки Используйте Очень Хорошо Значит Все Свитки Копи На Сундук Каги И роли Его Как только Сможешь С ивентом То есть Как только Он у тебя Откроется И вы Получите Ивент На Бонусные Свитки Откроется Если С трех Раров Не выпала Мэй То роли Роши Или Сэйч Нару И так Далее То есть Если Новые Какие-то Сундуки Появятся То Ролите Их Начинать Лучше Огнем Или Молнией Огонь Это Хороший Урон Контрол И Комбо Комбо В том Смысле Что Там Много Вариантов Там Легко Подбирать К нему Команды А Молния Урон На Одну Цель Очень Хороший И Вампиризм А Также Он Силен В Пвп То есть Его Способности Там Парализис Особенно Такая Жесть Просто Очень Вначале Он Силен Этот Молния Проходи Са Стронха Прочих На Максимальной Сложности С Одногруппниками Не Искушайся На Получение Тайтла Сильнейший То есть Сильнейший Дается За Одиночное Прохождение Максимальной Сложности Стронха Прочинга Но Прикол В том Что Вам Дают Меньше Награду За Это Действо Поэтому Я Называю Сейчас Тайтл The Сильнейший Нуб Тайтлом То есть Это Топ Нубов Чуваки Которые Предпочитают Поносить Где-то Недельку Там Или Сколько Длится Собственно Владение Этим Тайтлом Они Предпочитают Поносить Недельку Табличку Над своей Головой Вместо того Чтобы получить Дополнительные Ресурсы Как вы Понимаете Это Губительно Для Любого Человека Который Играет Для Его Персонажа И Так Далее Поэтому Проходите Вместе И За Это Получите Бонусы Ну По Крайней Мере Это В Английской Версии Так Сейчас А Раньше То есть Раньше Не Было Такого Значит Проходи Са На Макси Найти Друга Для Ти И Как Можно Быстрее Получи Пятый Уровень Дружбы Для Выполнения Пяти Дополнительных Ти Тим Инстанции С ним То есть Да Это Важно Также Не Забывайте Что Вы Можете Посылать Ему Подарки Для Увеличения Вашей Дружбы Посылайте Друг Другу Вам Важно Только Одного Друга Такого Иметь И То есть Во-первых Подарки Посылать А во-вторых Это Спинку Тереть Мылом Друг Другу В горячих Источниках Тоже Не Помешает И Опять же Не забывайте Париться В этих Горячих Источниках Что Еще Значит Последнее Что Я хотел Сказать А что Я хотел Сказать А Короче Не гнушайтесь Тем Чтобы Добывать Золотые Предметы То есть Это уже На позднюю Игру Скорее Ну то есть Проходите Те инстансы В которых Самые лучшие Предметы Падают И Всегда Их Проходите Даже Если У вас Казалось Бы Уже Самые Лучшие Предметы Есть И Золотые Вы Вы Выбили Еще До Красных Далеко Помощи И так Далее Все равно Каждый Раз Проходите Повышайте Уровень Ваших Предметов И так Далее И тому Подобное Во-первых За Тим Инстансы Дается Мало Опыта И Много Золота Много Всяких Плюшек Вещи Взять А Потом Рефоржить Их Ну То 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 Как Вы Получили Доступ К Рефоржингу Вы Их Не Рефоржить А Это 80 Уровень Поэтому Я Все Таки Советую До 80 Уровня Качаться Чтобы Зарефоржить Свой Тул И Получить Большую Очень Мощь Иначе У вас Будут Проблемы С Повышение Уровня Тулов И Так Далее То То Это Очень Важно И Сами Ти Просто Мастхел Без Них Вам Никуда Вы Не Будете Самым Сильным Даже Я Их Прохожу Хотя Они Опыт Дают Это Единственный Мой На данный Момент Источник Опыта Потому Что Я Перестал Вообще Свипать И Так Далее Не Хочу Вообще Повышать Уровень Несмотря На То Что Донаторы На Моем Уровне Появились Я Даже Потерял Тайтл Этого Kings Of The Battlefield Но Все Равно 3 Refine Руны Удалось Мне Advanced Refine Руны Ухватить На Прошлом Сеч От Battlefield Я Победил 7 Раз Но Даже В топ Не Попал Со Своей Команды Потому Что Очень Много Донаторов На Меня Не Нападают В общем Жесть С новых Серверов Прошли Ну И В общем То Вот Такие Вот У меня Советы Они И Новичкам Как вы Видите Здесь Есть И Старичкам И Всем И так Далее То Есть Это Вам Полезно Поверьте Вот Про Мультов Это Кажется Геморройно Но Это Геморройно В начале Эта Игра Основана На Том Что Ты Вначале Работаешь Потом Отдыхаешь Я В первые Месяцы Что Все Мне Было Непонятно И Так Далее Точнее Я Пытался Снимать Видео Но Когда Я Посмотрел Я Понял Что Я Показываю Что Я Просто Нихера В ней Не Понимаю Сам То Есть Я Не Стал Выкладывать Потому Что Это Был Был Позор То Есть И Так Дизлайков Полно Было Было Больше Но Теперь То Я Вырос Я Уже Скажем Так Стал Довольно Сильным И Теперь То Есть Я Выбираю У Меня Появилось Свободное Время То Есть Опять Ж Я Ивенты Многие Не Прохожу Хотя Вот Знаете То Есть Ходить На Кураму Все Равно Стоит Если Вы В топе Помощи То Вы Идете На Кураму И Просто Его В самом Начале Атакуете И Получаете От Тоби Карту И Это Объясняю Если Вы До Конца На Кураме Не Присутствуете То Вам Присывают Награду По Почте Если Вам Присывают Награду По Почте То Вы Можете Просто Удалить Это Сообщение Там 30 Тысяч Опыта И 150 Тысяч Коинов И 10 Купонов И Одна Магатама Но Я Предпочитаю За Тысяч Опыта Все Равно Не Брать Даже Эти Все Золото И Так Далее Ну Потому Что Мне Слишком Не Нужен Опыт Хотя Я В основном Получают Поэтому На Курам Все Так Ходите Если Вы Крутой Игрок Очень Если Вы Будете В Десятке Или Двадцатке По Дамагу В Первом Раунде На Кураме То Тогда Вам Типа Этот Обита Попадется И Вы Будете Его Типа Пить И Получите Бонус К Урону Типа К И Бонус И Также Ходите На Змеюку Почему Убивать Амбушей За Амбушей По-моему Дают Ну В самом Начале Которые Дают Десять Тысяч Золота Два Купона И По-моему Какую-то Магатаму Я Тоже Это Заметил И Охренел Теперь Я Буду На Них Ходить Потому Что Именно Амбушей Вначале Поубивать А Потом Уйти Со Змеей Потому Что Сама Змея Мне Не Нужна Хотя Я могу Ее Побить Ну Да Ладно Не Буду Бить Ну И На Этом Всем Спасибо За Просмотр Видео Всем Пока Пока